Так, сейчас мы отправляемся на помощь Нику Райну. Ну, сейчас мы придем к тебе на помощь, хотя я, честно говоря, очень удивлена, почему ни твоя жена, ни твоя дочь еще не попробовали тебя вызволить оттуда. То есть, муж и отец пропал, да, ну и как бы хрен с ним, да. Будем ждать, пока появится Кэп, и он все сделает за нас. Так, а где же ты у нас здесь? Я вроде прибыла на то место, куда мне указывало на карте. Ну, я слышу и голоса, в принципе, рейдеров, и я думаю, что Ник... Меняю позицию. Блин, да они эпик. Эпические враги, охренеть. Он, кстати... А, вот он-то, не кра... Ёшкин, тихо-тихо. Он, кстати, не хило так срубает их, да? Огромное. Я торчу тут уже несколько месяцев. Рейдеры притащили меня в этот лагерь и заставили мастерить все... Блин. Вы перебили его, между прочим, вы знаете об этом? Он им отлично, кстати, еще и шлемы так срывает, блин. И просто с одного выстрела. Охренеть. И более метко, кстати, чем, допустим, там штурмовая винтовка, пистолет. И уж тем более, намного более метко, чем снайперская винтовка иногда. Потому что иногда просто невозможно из нее попасть. Из лука, арбалета... Нет, это лук. Неплохо так стреляет. Для нее просто поехали. Да, поехали быстрее. Я знаю, кто ты. Ты не край. Я знаю, у тебя еще есть пятая часть. Ну, в принципе, это мы знаем, да? А Кэп его не знает. Побег Икара. Сейчас, подожди, пожалуйста. Я хочу пружины эти все найти. Если я смогу, конечно. Хотя это маловероятно. Ну, может быть, здесь что-нибудь есть. Я даже залезть не могу. Так, ладно, а где ты? А, вижу тебя. Короче, забью я на эти пружины. Хрен с ними. Может быть, потом как-нибудь. А может, и вообще не буду этим заморачиваться. В принципе, на машине можно и так, и так доехать. Да, только время. Интересно, что у тебя за транспорт? Самолет, небось. Да, я как угадала, да. Хотя, что тут угадывать? Он же летчик у нас. Летает. Кстати, в пятой части, когда он был в нашем отряде, он неплохо, бывало, помогал с воздуха. Поэтому, ему за это спасибо. Я знал, что если соберусь бежать отсюда, без самолета не обойтись. Поэтому продолжал над ним колдовать. Идем, вы почти на месте. А что ж ты, интересно, сделал-то со своим самолетом? Не оденешься как следует. Сгоришь нахер, и к вечеру сможешь на себе яичницу жарить. Ругается он. Че надо-то? Уборивший мазок рукохол пришлось нелегко. Иосиф и его эдемщики... Управляйте транспортным средством, не карая. Он его сделал водным, что ли? Мы по воде можем, получается? А почему, интересно, мы управляем, а не он сам? Скажите мне, пожалуйста. Это точно. Матрешкин. Матрешкин. А, да он еще у него боевой, блин. Он еще... Не лети. Какое-то жесткое, честно говоря, управление этим его самолетом. И стреляет он очень странно. Вообще странный самолет. Ну, ладно. Я опять же задам вопрос, а почему не край ты не едешь на нем? Почему ты не управляешь этим самолетом? Почему мы? Почему всегда за все отдуваемся мы? Тебе даже музыка играет в целом. Неполго. Да, возможно, не стоило действительно этого делать. Я бы не сказала, что это охрененно. Честно говоря, не хотела бы я сидеть пассажиром в этом самолете. И уж тем более им управлять. Главное не нарваться на эти бочки, которые взрываются. А то мы взорвемся, все, а не край погиб. Задание провалено. Простите. Прости, Кармина. Я угробил твоего отца. Странная пушка, очень странная. Да ну вас нафиг. Даже не буду обращать на снимание. Мне сейчас главное добраться в... Доставьте транспортное средство. Еще дальше. Сколько... Тихо-тихо. Как они в спину-то хорошо стреляют. Не краю, у тебя получается нет оружия, ты мог... Я уже почти сдался. Не думал, что сбегу от этих бандюганов. Я пытался уж поверить. Как-то вырубил динамометрическим ключом. Но потом они накинулись на меня всей шоблой. Сказали, что если я рыпнусь еще раз, они убьют родных. Но, по крайней мере, я узнал, что они живы. Я не был дома Вечность. Мы расстались так давно, даже не знаю, что им сказать. Да ничего, просто здравствуйте, я пришел. Что им еще сказать? Меня только больше всего убивает, что его родные даже не пытались его искать. Я понимаю, что это могло быть опасно или еще что-то. Но, блин, они даже не пытались. Ладно, он не пытался сбежать, потому что ему пригрозили тем, что они могут нанести вред его семье. Ясен Пеннин перестал, потому что семья для него важнее. Жена, дочь, дети и все в таком духе. Но они-то могли что-то сделать. Тем более, когда мы пришли. Ну ладно, вот мы пришли и они нас и попросили, да. Ладно. Да иди уже, я не знаю, ты же муж ее. Да куда ты пойдешь-то? Нет, конечно, никуда ты не пойдешь. Ты пришел домой. Да всегда пожалуйста. Да, всегда пожалуйста. И только спасибо. Ну, в принципе, за спасибо мы и работали, да. Ну, это грех не спасти Никарая, хорошего персонажа. Да и к тому же порадовать с теми, вернуть его семье. Да. Ладно, у нас, походу, остался еще один специалист, но это уже потом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!